Приветствую, дорогие друзья, на своем канале. Меня зовут Жанна Федисова. И сегодня у нас очень с вами важная тема о снятии макияжа в конце вашего дня. Я хочу рассказать, как я снимаю макияж и, во-первых, о том, почему важно снимать макияж. Вся косметика в течение дня окисляется, друзья мои. Все это входит глубоко-глубоко в ваши поры. Если вы как следует не очистите ваше лицо в конце вашего дня, то получится так, что ваши уходовые средства, которые вы наложите потом, унесут всю эту грязь и, собственно, всю эту косметику, оставшуюся на вашем лице глубоко-глубоко в поры. И получится у вас неприятное раздражение. Ну, или просто забьются поры, и потом будут какие-то прыщи или угри, что нам с вами, ну, прям совсем не хочется иметь. Данный способ очищения лица от макияжа, он трехэтапный и заключает в себе в начале очищение, потом тонизирование. Это первая часть, это первый ролик о ходе вечернем, который я хотела бы вам показать. К мнению азиатских специалистов, которые, поверьте мне, знают толк в красоте, и вы можете увидеть, как молодые выглядят девушки, особенно корейские девушки, именно этот способ очистки является правильным. С чего же он начинается? Он начинается со снятия макияжа с глаз двухфазным средством. Наношу вот так это средство. С одной стороны, не жалейте, пожалуйста, на себя и не трите глазки. Просто приложите вот эти вот диски, да, к своим глазкам, вот так, на некоторое время и подождите, пока этот макияж немножечко, немножечко отойдет сам. Не нужно тереть, не нужно натягивать глаза на уши, на лоб и так далее, да? То есть не надо всех этих страшных манипуляций, вы растягиваете вашу кожу, в каком бы возрасте вы это ни делали, потом, в течение жизни, вы обязательно увидите не очень хороший результат, будут мешки под глазами, нам это совсем с вами не нужно. Вот так какое-то время они держатся на глазках, потом мы открываем и вуаля, очень много косметики снимается сразу. Переворачиваем, кладем еще разочек, еще разочек вот так промакиваем. Кстати, нажимая на глазное яблоко вот таким образом, легкие-легкие такие нажатия, вы делаете массаж в конце дня вашего трудового, это будет очень полезно для ваших глазок, усталых, это массаж такой, да? Смотрите, вот так делаю я и обычно этого достаточно для того, чтобы снять даже, как вы видите, водостойкий лайнер. Макияж этот я делала в одном из своих роликов последних, для кого бы это интересно, это макияж из ролика. Следующий этап очищения это гидрофильное масло, я показывала вам это масло в своем уходе, ролике в уходе, 35+, универсальный уход. Вот, как я делаю, как я им пользуюсь, вот так я капаю буквально некоторое количество, так чуть-чуть растираю и наношу на сухое лицо. Обратите, пожалуйста, внимание. Не очень люблю пользоваться полотенчиками, может быть это, конечно, очень красиво, какие-то повязки или полотенчики, но, как правило, они все становятся мокрые. И это, конечно, очень кинематографичный ход был бы с моей стороны, быть такой красивой и нарядной, но для меня важно не быть красивой и нарядной, а очень детально вам все показать, чтобы вы тоже могли освоить этот метод и также улучшить состояние кожи, как произошло это со мной. То есть после того, как я начала использовать вот такой вот способ очистки лица, кожа у меня очень хорошо отозвалась на это, была очень благодарна мне. И она стала более такая плотная, я почувствовала чистая, ушли воспаления, которые были обычно. И очистился новый секс, здесь были такие вот точечки, не было никогда черных точечек, но были такие вот немножко коричневато-серенькие. Ну, то есть, вероятно, это тоже какие-то угарьки такие, да, может быть не сильно заметные, но, по крайней мере, что делает вот этот вот масло. Он очень хорошо входит в взаимодействие, да, в контакт с жиром подкожным и сливаясь там, потом вы его смываете с себя и оно превращается в эмульсию, прям в молочко такое. То есть там гидролат добавлен, который превращает это масло в эмульсию. И вот смотрите, оно растворяет всю-всю-всю-всю-всю косметику, которую вы не досняли с помощью вот этого средства. Очень часто, если вы прокрашиваете ресничный край, там остается. И когда вы пользуетесь вот таким вот маслом, делаете вот такой вот массажик, да, у вас все это слезает. Кстати, вот в этот момент вы можете сделать гимнастику, которую я показывала вам в своем ролике, которая убирает мимические морщинки. Вот так она выглядела, и в этот момент я ее как раз и делаю вокруг глазок. И заодно смываю макияж. Представляете, как удобно. По этому маслу шикарно все скользит. Далее я добавляю немного воды. Видите, превращается в эмульсию. Смотрите, какой беленький становится. Далее уже вместе с водой, чуть-чуть, еще, может быть, минутку массирую. И затем смываю. И после того, как я тщательно смыла масло с лица, оно прекрасно растворяется водой, я воспользуюсь третьим этапом очищения. Это такая вот пеночка с муцином улиточным от Vosim. Замечательная карельская пенка, ухаживающая и увлажняющая даже, я бы сказала. Слегка подтягивает, отбеливает. Чудесная. И поскольку она увлажняющая, она не очень хорошо пенится, то есть она не агрессивная. Все не агрессивные пенки плохо пенятся, вы должны это знать. Я буду взбивать ее вот с помощью такой штучки, которую тоже азиаты придумали. Очень удобная вещь. Ну, капать вот сюда буквально немножечко и вспенивать ее. Улиточным муцином она не пенится так сильно. Она очень щадящая. Она влажняющая, я бы даже сказала, такая ухаживающая. После нее, после этой пенки, совершенно не стянутая кожа. Если вы наносили, как я обычно наношу, да, макияж на ушки, то есть сравнивая, то не забудьте, пожалуйста, снять его вот точно так же. Везде использую возможность сделать дополнительную какую-то пользу для своей кожи, для мышц лица. Глаз я обхожу расстояние. И теперь я смываю ее водичкой. И мешочек потом прекрасно моется и вешается вот на такую штучку, сушится. Такого, как я смываю пенку, я воспользуюсь обязательно, вытрусь насухо, такими вот салфеточками одноразовыми, потому что я волнуюсь за свою кожу, у меня чувствительная кожа. И если полотенчик ваш висит в общем доступе и к вам часто приходят гости, то всегда есть опасение, что кто-то воспользуется, например, этим полотенцем для рук или как-то еще каким-то образом. И получится так, что он будет у вас уже не чистый, не стерильный, вы можете подзаразить свою кожу, особенно если есть такая вот склонность к воспалению. Я пользуюсь одноразовыми по этому салфеточками, и вам тоже очень советую, этот совет у дерматологи. Когда кожа чистая полностью, ее нужно тонизировать, то есть нужно воспользоваться тоником. И первым тоником, которым я воспользуюсь, это будет противовоспалительный тоник для очищения кожи и для тонизирования. Комплимент, No Problem называется серия, вот такая. Здесь содержание довольно большого масла чайного дерева, то есть все, что снимает воспаление. У меня часто бывают аллергии, к сожалению, на кожу, на пух, на какие-то газы, на грязь. Поэтому я пользуюсь тоником. Обратите внимание, я не наношу его на ватный диск, мне уже нечего стирать с моей кожи, у меня уже чистая кожа. Я просто наношу его тоже таким азиатским способом. Вокруг глаз я обхожу, не использую тоник этот на кожу вокруг глаз, потому что он все-таки такой довольно чувствительный. Вот сейчас он нечаянно может попасть в глаз и будет немножко щипать. Все тоники, которые я использую, они не содержат спирта. Редко, когда я захочу использовать какой-то тоник со спиртом, я буду использовать исключительно, может быть, в качестве такого, как дезинфекции на отпуске, если я, например, была в песке или на пляже в воде. Следующий тоник, который я буду использовать, это такой увлажняющий уже тоник Even Natural для лица, сияния, лепестки, розы. Просто очень приятный аромат и прекрасно увлажняет кожу. Вот сейчас немножко предыдущий тоник чуть-чуть попал в глаза, либо он где-то рядом с глазами, у меня уже, видите, такие глазки чувствительные. Наливаю этот тоник тоже на ручки и распределяю просто по лицу, он очень быстро впитывается и дает такое ощущение свежести. На зону декальты также наношу, обратите внимание, и на предклечья даже. Итак, теперь я готова уже к принятию процедур вечерних. То есть далее я могу наносить все свои уходовые средства, но об этом в следующем ролике. Я надеюсь, я была для вас полезной. И да, конечно, я в платье декольте. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, будет много интересного. Будьте благодарны за все, что имеете. Удачи! Пошла спать!